Изверкотиран Маша Распутина о бывшем муже Около пяти лет назад скончался первый супруг Маши Распутина и Владимир Ермаков, певица, не горевала за экс-возлюбленным. По мнению артистки, он заслужил такой конец. Общая дочь пары Лидия оказалась в психиатрическом учреждении. В этом исполнительница обвиняет бывшего мужа. Распутина поделилась, что наследница была под влиянием Ермакова. Сначала он завербовал девушку к себе, а потом сдал её в психбольницу. Экс-избранник умер некрасивой смертью в процессе эпилепсии с пеной у рта. Его наказал Бог. С Лидой знаменитость стала общаться только после смерти бывшего мужа. Однажды священник сказал Распутина, и дочь вернётся к ней, когда умрёт отец девушки. Именно так и произошло. Как только дьявола не стало, душа звёздной наследницы освободилась, и она пришла к маме. Самое главное для певицы, что её ребёнок теперь с ней. Доктора сказали 58-летней артистке, чтобы она сильно не расспрашивала Лиду о её прежней жизни. Девушка находится под влиянием сильнодействующих лекарств. Если взбудоражить её сознание, то душа начнёт страдать. Тем не менее, Распутина признаётся, что тоже не была святой в браке с Ермаковым. Периодически она изменяла мужу. Любовную интрижку звезда завела первая. Она никогда не любила избранника, была вынуждена с ним находиться из-за определённых жизненных обстоятельств. Распутина предполагает, что ей было необходимо пройти через жизненные трудности, чтобы что-то понять в жизни. На данный момент певица состоит в законном браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Пара вместе почти четверть века. От второй половинки знаменитость родила дочь Марию. С предпринимателем исполнительница почувствовала себя счастливой и любимой. Маша Распутина из-за происходящих в Украине событий уже 8 лет не может приехать на могилу своей родной матери, которая похоронена там. Звезда очень переживает, что в этой ситуации бессильно. Конечно же, мне очень тяжело из-за этого. Раньше с мужем каждый год бывали в Украине. Первым делом мы заезжали на кладбище. Теперь остаётся лишь молиться за маму каждый день. Что мне ещё делать? Каждый должен молиться за упокой душ своих родственников. Несмотря на то, что артистка не может приехать на могилу самого близкого человека, могила её мамы всегда находится в идеальном состоянии. За погребением ухаживает священник одной из местных церквей. Он также регулярно делится снимками с певицей. С матерью Распутина всегда была очень близка. Женщина поддерживала дочь во всех её начинаниях. Правда, успех дочки она так и не увидела, поскольку умерла от онкологии за несколько лет до того, как Маша появилась на большой сцене. Продолжение следует...